вот он наш альтенрад это поселок вот так они нас встречают здесь написано велькоман это такой очень аккуратный свежий поселок что я могу сказать здесь очень много живет русских немцев я вам не могу конкретно показать где в каком доме и вот сейчас наверное в первую улицу сразу заверну например вот сюда то есть везде такие знаки да то есть пешеходная зона здесь можно ехать с очень маленькой скоростью вот так что узенько у нас здесь но аккуратненько прокатимся я просто на ура еду вот такие вот бухгарки это еще раз дополнительные препятствия чтобы здесь вот эти вот клумбы это все не просто так стоит то есть чтобы здесь не превышали скорость то есть очень много здесь наших земляков из казахстана сибири в принципе по отделке домов можно в принципе уже сказать здесь где русские денемцы живут вот так вот видите все узенько вот опять по горучику вот женщина фотографирует видать ей дом понравился этот очень мы кстати здесь тоже гуляли приезжали родственники моей жены сестра мы тут тоже точно также фотографируетесь потому что домики очень даже симпатичный сейчас может быть солнце свечу вот этот вот белый а вот кстати одна из берез видите стоит как раз то о чем я говорил то есть парни ставят своим девушкам березы знак любви сейчас наверно будет отсвечивать потому что я наверно просто развернусь и проедусь в обратную сторону вот такие вот улочки 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 когда я говорил о домах например то есть сразу можно определить русские или не русские немцы вот эти два белых домах я бы посмелился сказать что это русские то есть люди построить то есть русские немцы привыкшие бывшего советского союза в принципе у меня есть здесь пару коллег по работе они мне могут сказать русских это дома или не русских немцев у нас сейчас вечер восемь часов скоро потемнеет поэтому я стараюсь счету того как потемнеет заснять немножко и сейчас я наверно поеду навещу своего бывшего начальника то есть человека который обучал меня у которого я учился на сантехнике на главную муцу выйдем опускает меня в общем вот такие улочки 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 здесь вот это так сказать главная дорога поселка здесь поселок находится в таком месте что над ними практически не знаю сколько там раз в день на пролетает самолет здесь находится буквально пара километров в левую сторону от нас аэропорт кельбон вот здесь вот такие магазинчики здесь вот напитки справа они покупают гитряньки мак так сказать булочная у них тут сейчас я заеду в ту улицу где я когда-то учился я с этим человеком очень плохо расстался но не очень плохо некрасиво он поступил пытался так сказать использовать меня в своих личных целях и думал что я ему большой друг и буду делать это все для него просто так в общем длинная история отдельная история просто в один день я ушел хотя он очень доволен мной был и просил даже вернуться меня я просто не хотел конечно фирма такого типа была то есть он начальник я его помощник еще притом ученик и поэтому я этого больше не хотел каждый день находиться с этим человеком в одной машине то есть мы только вдвоем я не знаю что как я снимаю вот этот вот дом вот этот транспортер синий стоит вот этот вот домик вот мы проехали просто проехался то есть если я вижу что так как я вижу что машина его рабочая стоит значит он еще занимается этим делом вот здесь я знаю очень большие почки то есть тут надо очень аккуратно я просто не пойму зачем такие большие это так сказать пригородный поселочек здесь очень спокойно вот этот домик видно что уже много-много лес здесь стоит то есть все такое уже немного увядшее просто думаю может быть кому-нибудь интересно какие же поселки у нас в Германии конечно Германия она немного отличается регион от региона допустим юг от севера запад от востока но о востоке мы как бы не говорим потому что это бывшая ГДР там так сказать конечно там все такое и есть уже с годами сколько там 25-26 лет прошло теперь уже на этот момент но там как бы след советского союза то есть коммунистического так сказать след остался вот эти вот постройки все конечно Германия не один день существует или не сто лет и не 200 а побольше поэтому там естественно есть постройки и до того периода как началась война и как они были когда они стали зависимы от Советского Союза так ну теперь мы почти выезжаем уже с этого поселочка я так по улочек проехал тут видите вот такие вот выступы 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 то есть когда здесь то есть в рабочий день люди с работы то есть тут движение достаточно плотно в одну и другую сторону и то есть на каждом из таких вот выступов приходится останавливаться пропускают друг друга и там конечно вопрос кто же должен проехать вперед ну в принципе в Германии это все очень вот такой косогорчик здесь в Германии с этим проблем в принципе нет люди очень вежливые водители друг друга все пропускают друг другу уступают я думаю об этом многие наслышаны если это слышат сейчас люди которые не живут в Германии или которые не были еще в Германии это что это все в они это они 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 они